Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Намастей! Арчена – это ясновидящий из Индии. Арчен – это человек, который путем глубоких медитаций получает для нас божественные послания на самые важные вопросы, волнующие нас в современности, и делится этими посланиями с нами. Сегодня мы вновь поговорим на тему, которая волнует сейчас абсолютно всех, на тему войны России и Украины, которой вовлечен, по сути, уже весь мир. И, по сути, это и есть Третья мировая война. Сейчас напряжение в мире и вот эта вот огромная негативная энергия, они таковы, что говорить что-либо в этой ситуации и нам тоже сложно, потому что мы пронизаны этим пространством боли, сердца наши страдают, и, конечно, они противятся всему тому насилию, той боли, тем катастрофам, которые идут сейчас на нашей братской земле. И Арчена в этой ситуации, она больше сейчас сконцентрирована на работе своей индивидуальной, на работе со своими заказчиками, с заказчицами, с теми, кто обращается к ней за ее услугами. И сейчас она действительно в полной мере, вот только вот сейчас, только-только сейчас, она смогла вот в полной мере направить все свое внимание, всю свою энергию на работу с заказчиками. Но, конечно, мы не могли оставить и вас, наши драгоценные зрители. Мы знаем, что многие из вас очень ждут наших посланий. Сейчас идет глобальная психологическая атака на человечество. Эмоциональная атака. Это эмоциональное оскорбление, унижение. Это очень важно сейчас, хотя бы 10 минут в день найти. И посвятить их дыхательной практике. Те люди, у которых есть какие-либо проблемы с сердцем, они должны делать это очень осторожно. Через это дыхание вы мысленно как бы выдыхаете из себя вот это все напряжение, психологическую травму, все это выдыхаете из себя. Поскольку эти неорганические силы, стоящие за рулем нашей планеты, они как раз стремятся ввести максимальную психологическую атаку, панику. И эта токсичная энергия, она влияет на каждого очень глубоко. И это затрагивает все сферы жизни, индивидуальной, личной, эмоциональной и даже влияет на душу. Они отравляют сейчас человечество и все вибрации. И чем больше они будут ощущать приближение своего конца, тем больше они будут стремиться отравить людей этим страхом. Это так же, как если представить двух людей, плавающих в океане, и один из них начинает тонуть. Вместо того, чтобы попросить помощи второго, он может просто начать тащить его за собой вниз. Это то, что происходит в состоянии паники. То же самое происходит с этой неорганической темной силой, стоящей у руля. Потому что они пытаются сейчас утащить вместе с собой максимальное количество людей. Это значит, что для вас сейчас очень важно делать эту дыхательную гимнастику. Для того, чтобы избавиться от этой токсичной энергии. Это поможет вам получить вашу силу назад. Только когда вы можете сделать свою жизнь лучше, только тогда вы можете сделать лучше жизнь окружающей. И вы очень важны, каждый из вас очень важен для космоса, для всей Вселенной. Не позволяйте этой панической энергии приземлять вас, опускать вас все время вниз, разрушать вас. Они не заботятся о вас. Они даже не знают о себе, кто они такие. С той поры, как вы, поскольку вы уже являетесь важнейшей энергией Вселенной. У вас есть вся сила для того, чтобы вернуть в центр свою энергию. Это путь, к которому вы можете привнести эту энергию мира в себя и ко всем своим близким, родным, окружающим. Сейчас мы как раз покажем вам эту технику дыхания, которая была записана нами еще два года назад. И вот сейчас она снова становится очень актуальна. Итак, посмотрите, пожалуйста. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня я вам очень интересный и интересный вещь, чтобы рассказать вам всем. Но это, что я хочу рассказать, это очень часто. Многие люди знают, но они не используются в их поле. 好, чтобы получить свет и покажение. ept ли я так занятосно? Итак, сейчас я хочу рассказать вам одну которую. Мне необыч revival. Что выскв Pron… Т節енции все права о себе, о ваших любимых людей, о жизни и о мире, что вы сможете иметь все права. Как вы действительно чувствуете, когда вы действительно имеете в виду права, чтобы узнать права? Wouldn't это быть невероятно? Я думаю, что это абсолютно невероятно, чтобы иметь права права. Да, я говорю про эту магию, каждый из вас имеет магию внутри вас, и это магию внутри вас, и это магию внутри вас, и это ваша интуиция, да, это ваша интуиция, и сегодня я хотела бы поговорить о том, как развивать ваша интуиция, и хранить пара о ваша интуиция, и запутать ваша интуиция, и то freedom your best life. Isn't it amazing? Я думаю, что это совершенно невероятно. It is simply breathing deeply, getting into connection with your body. It is simply breathing deeply, getting in touch with your breath, getting in touch with your body. As you inhale deeply and exhaling deeply, you are getting access to the innermost part of yourselves normally. Many people have a very shallow breathing and they are breathing without any conscious awareness. It is all happening unconsciously and they are not even aware that they are breathing. So, this is a very ancient and yet it is a very powerful and very simple technique to practice every day at least for 10 minutes. And this brings miracles. This brings such miracles. You can try it. You can try it for one week, for one month and see the difference, how you really feel. So, let me explain the technique. So, when you breathe, when you breathe inhaling deeply, you take a very deep breath, like a wave, like... So, when you take inhale very deeply, you can check with your hands, any of your hands, you can feel it in your tummy, in your belly here. Just place your hands over your belly. So, when you inhale deeply, your belly has to expand. You have to feel the air coming in, in your lungs, filling it all the way and bringing your belly, expanding your belly. And when you exhale, when you exhale, when you exhale it, your belly has to fall down. It has to fall down, like going inside. So, this is a very simple technique and it works amazing. This works amazing. And especially for women, what I wanted to share is, I know in the western world and also in the east, women are really not consciously aware of what clothing they wear and it is really very important and how it's all interconnected. I'm going to explain. When women wear really very tight clothing, tight clothes or any pants, which comes up to the waist and which is really very tight, this doesn't allow you to breathe the way it should be done. The process is not happening as it is meant to happen and flow. So, what really happens is, when women wear tight clothes or pants or t-shirts or whatever, this is a massive disservice to your intuition and also to your sense of peace, calmness. Because, because you are connected to your breath. So, when you wear such tight clothing, it doesn't allow you to connect to your breath the way it should and it doesn't allow you to connect with your body as it should. Your body, your beautiful body, your Markaba, it holds wisdom. Yes. All of our bodies hold a divine wisdom and we have access to tap into this divine wisdom. Many of you are not even aware that your body talks to you. Yes. Your body talks to you every day. How to get in touch with your body and how to know your body is talking to you. This is very simple. This is really very simple. As you breathe deeply and all this process you are just doing through your nose. You are breathing through your nose, inhaling very deeply and exhaling very deeply. And all is happening only through your nose. So, when you start practicing deep breaths, inhaling and exhaling, you get access to your body and you can consciously become aware of your language of your body. You can consciously be aware when your body talks to you. How can you scan in your body because in our everyday life we go through so many stresses, tensions, we take unwanted burdens on ourselves. So, how do you remove this tension? It is very simple. It is very simple. It is very simple to this breathing technique. You can actually scan your body. Where is this tension emerging from? Where is it coming from? Is it coming from your mind? Is it coming from your face when you get anxiety or worry or anger? Or is it coming from your shoulder? Or is it coming from your belly? Or is it coming from the lower parts of your body? Or is it even coming from your mind? So, you can see, you can scan from your heart. So, you can scan from where it is coming? You can close your eyes and scan from where it is coming. When you sense the tension in any part of your body, you just deeply inhale to that space in your body. You deeply inhale to that part of your body and deeply exhale, letting go of all the tensions and all the worries, clearing and moving away all these tensions away from your body. It is highly recommended every day to clean your body, your Markabba. This is the temple where your soul resides, where the divine resides. As externally you clean your houses every day, you keep your surroundings very clean. So it is highly recommended to do the same things internally. I will show you again your attention on the technique, which I have said Archenna. Those who are doing yoga, those who are familiar with pranayama, that is, with yoga, this is more than a technique called Dirka Shvasa Par Shvasa. It is a slow and slow breathing, first of all with the body, first of all with the body. Обязательно в этот момент, в момент выполнения практики, вы должны быть в состоянии покоя. Ни в коем случае не может быть рядом включенный телевизор, не должны рядом шуметь дети или бегать, там муж или жена или соседи, кто угодно, но в этот момент вы должны найти возможность побыть самим собой. Какую позицию вы займете сидя, лежа, это как вам удобнее. Вы должны чувствовать себя комфортно. Дыхание осуществляется глубоко и медленно. Вдох примерно до счета восемь. Вдыхаете вы в первую очередь животом. Забудьте о том, что у вас учили, что надо живот там подтягивать и так далее. Живот это центр жизни и он должен максимально насыщаться кислородом. Поэтому вдох в первую очередь идет с животом. Надувается он как баллон, он должен надуваться у вас как баллон. Сейчас я вот как раз после плотного обеда, это неправильно, так делать не надо. Надо дышать, конечно, когда желудок не наполнен. Но суть вы сможете понять и так. Итак, значит, что я делаю? Я вдыхаю только носом. В первую очередь надуваю живот. Во вторую очередь уже заполняю легкий верх. Итак, смотрите. Не задерживая дыхание, так же медленно, примерно на счет восемь, выпускаю весь воздух аж до того, чтобы позвоночник почувствовал живот. И повторяю это как волны по кругу, но медленные волны, очень медленные. Посмотрите, пожалуйста. Вот так десять-пятнадцать минут. Всего лишь в день. И просветление неизбежно. Потому что твоя дыхание, твоя спарка, живет в этой святой, святой, церкви. Так что, когда вы делаете это регулярно, когда вы делаете это регулярно, You become more open and you become more clear and it allows your vessel to open up. It allows your vessel to open for your body to speak. So when you are breathing in such a way, allowing your body to feel free, calm and open, you get access to the deeper space within you. Because intuition, it comes from your second mind. Most of the people, especially men, they operate through their analytic mind, the reasoning mind. It always wants to know why, how, where. So most of the men, the masculines, they are tapped into this mind and they operate their life from this space. And eventually they get some satisfaction leading their life from this space of mind. But this is a disbalance because you are really not using your full potential to bring balance between your logical mind and your intuition mind. Your intuition is your second mind. Your intuition comes from this sacred space of unconscious. You are consciously not aware of this. Sometimes you get tapped into this intuition once in a while but you are not operating your life, your everyday life from this space of intuition. So once you get access to your intuition and once you get access to your intuition and once you start living your life from this space of intuition and from this space of analytic mind and balancing, balancing together. This is a fulfilling life and it can heal you on many levels and you can know truth about many things about yourself, about the existence, about the universe, about your loved ones, about everything. This is one of the surest way how you can really develop your intuition by practicing every day, giving some time like 10 minutes, 15 minutes and to really do it with full intention, with full power, with all your awareness. This is a very powerful practice, yet it is very simple. I was guided to share this with you all. I hope it helps you and you can really try. You can try for a month, for a week and you can feel the difference. You can feel the difference, how the energy is shifting within yourself and how it is reflected, how these energies are reflected externally. So I thank you all for tuning in to this channel. I am very happy to share this ancient technique, yet very simple. So I wish you all very 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 happy life, fulfilled life, very balanced life and living your life to the fullest and enjoying every day, every moment of your life, living to its fullest and living your blissful life. Thank you. Namaste. Sending you all so much blessings and so much love. I will send you all a lot of blessings and love. Well, let's thank Archen for these important messages. Thank you Archen. Thanks Archen. Please, subscribe to our channel, subscribe to our channel, поставьте like, напишите в комментариях все, что вы думаете об этом, поделитесь этим видео в социальных сетях и до новых встреч на наших видео. Подписывайтесь на наш канал! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...